Вообще-то в Библии написано, что быть ЛГБТ это грех. А где именно? Ну, Содом и Гамора. Насколько я помню, жители тех городов нарушили тогдашние правила гостеприимства. Поэтому их боженька и наказал. Ну а левит? Ты про тот стих, где нельзя мужчине ложиться с мужчиной, как с женщиной, ибо это мерзость? Да, вот этот. Так там перевод неправильный. В изначальном варианте это звучало так. Не ложись с ребенком, как с женщиной, ибо это мерзость. Иероглиф, означающий дитя, ребенок, мальчик, очень похоже на иероглиф, который означает самец, мужской род и мужчина в общем понятии. А ты откуда это знаешь? Ну, в отличие от тебя, я не умею верить на слово и настолько дотошно, что добралась до древнееврейского варианта Торы. Тора это, если ты не знала, первоначальный вариант Библии. И написана она иероглифами. Опа-на, как они уже заходят. Смотрите, и через школу, и через еще какие-то моменты, и теперь уже через Библию пытаются объяснить, что в Библии ничего не запрещено, и ЛГБТ есть, это норма жизни. И когда мужчина с мужчиной, это также нормально. Окей, я не сильно верующий человек, и мне абсолютно все равно, что там написано в Библии. Как вы мне будете объяснять, что ЛГБТ и геи это есть хорошо и замечательно? Я просто-напросто смотрю на мир и вижу, Бог создал мужчину, кстати, и женщину. Если говорить про Библию, да, и природа создала мужчину и женщину. У мужчины есть, у женщин есть. И они такие хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп спариваются, да. Никак иначе. То есть заднее отверстие предназначено для того, чтобы оттуда выходил кал. Рот предназначен для того, чтобы мы принимали пищу. Нос для того, чтобы он дышал. Уши для того, чтобы они слышали. А вот эти вот половые органы, они созданы для размножения. И для размножения природа или Бог, неважно. Создали всего два гендера. Мужской и женский. Все остальное это выдуманные сказки. Это пытание, попытка оправдать или либо внести в моду. Вот эти все остальные движухи. Знаете, как сейчас уже, по-моему, там 130 гендеров разных. Я просто-напросто, вот я, блядь, хочу быть холодильником, блядь. И попробуйте мне доказать, что я не холодильник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!